Здесь огромное количество каких-то предметов религиозного искусства. Это и гобелены, это и картины, и роспись. И отсюда вот открывается самый главный, открыточный вид на Куэнку. Вот это вот так называемые висячие дома. Здесь сейчас отель, который входит в знаменитую испанскую сеть Парадоры. Это отели, которые располагаются в исторических зданиях. Привет, друзья! Мы снова в Испании, снова в маленьком, но очень уютном городке. Сегодня мы в Куэнке. Куэнка – это город между Валенсией и Мадридом. Его уникальность заключается в том, что он расположен в месте слияния двух рек на, ну скажем так, высоких берегах. То есть на склонах двух каньонов. И, конечно, природа здесь очень интересная, ландшафты очень интересные. Ну и история тоже довольно интересная. Поэтому познакомлю вас, как всегда, что можно посмотреть в Куэнке за один день. Думаю, что это будет интересно, поэтому сможете сразу поставить лайк. Если еще не были подписаны, то подпишитесь, потому что мы здесь проинтересные с точки зрения архитектуры и дизайна путешествия. Ну и начинаем мы, конечно, с центральной площади. А на центральной площади что должен быть? Главный собор. Ну вот он здесь и есть собор 16 века. Ну, точнее, в 16 веке его начали строить. Строили тоже достаточно долго, но не так долго, как в Саламанке. И это считается первый готический собор Испании. Также здесь очень цветные домики вокруг. И это, кстати говоря, так очень нетипично, на мой взгляд, для Испании, потому что домики покрашены в свой какой-то уникальный цвет. Ну, причем такой живой цвет, какой-то природный. Наверное, природные красители в оригинале и использовали. Ну и еще очень интересное здание с такой тройной аркадой, с тремя арками точнее. Это здание мэрии. Ну и, собственно говоря, под ним люди проезжают. Ну, видимо, раньше проезжали на каретах, сегодня проезжают на машинах. Ну и шумные испанские дети тут тоже есть. В общем, все как обычно. Если вдруг вы подумаете, сколько можно посещать эти соборы, то вот в данном случае эта мысль будет очень ошибочной. Этот собор посетить абсолютно точно нужно, несмотря на то, что билет, в общем, для собора и для провинции стоит, ну, как бы непонятно, не смертельных денег, но подороже. Вы попадаете не только в храм, вы попадаете действительно в какую-то художественную галерею, потому что здесь огромное количество каких-то предметов религиозного искусства. Это и габелены, это и картины, и роспись, мебель, морганы какие-то расписные. Ну, просто потрясающе все. Вообще, храм носит название Святой Марии и Святого Юлиана. Ну, Святой Марии понятно все. Святой Юлиан – это епископ Толецкий, который жил и проповедовал в XII веке. Ну, потом был канонизирован и как раз здесь похоронен. Ну, собственно, вот его мощи здесь и находятся. Причем подлинность этих мощей тоже подтверждена. Так что все по-честному. Ну, и, конечно, там есть соответствующая капелла. И вообще капеллы очень много. И они, опять же, очень и очень разные. Совершенно потрясающая ризница. Капелла Святой Елены с какой-то круговой картинной галереей. И, кстати говоря, портал в том самом стиле Плутереско, о котором мы много говорили в Саламанке. Обязательно посмотрите. Капелла Святой Марии и всех святых. Капелла Святого Сантьяго. Капелла Успения Богородицы. Такая очень лаконичная, в светло-сером мраморе выполнена. В общем, действительно, смешение стилей. Но это такое очень интересное смешение. Я бы не сказал, что это как-то выглядит не очень гармонично. Все очень гармонично, потому что все эти стили, все эти капеллы, они как бы изолированы. И вы гуляете по галерее, действительно, практически художественной галереи. И восхищаетесь этим религиозными произведениями искусства. Очень здорово, мне прямо очень понравилось. Фантастические витражи. Дают абсолютно потрясающие блики. Все это очень нарядно, это играет, это радует глаз. В общем, это тот Савор, который точно не стоит пропустить. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Значит, помимо самого главного здания собора, есть еще обитель традиционная с двориком. Ну и, конечно, можно подняться наверх. А, что касается самого храма, то там, конечно, есть и место для прихожан, и также отдельное пространство для хора. Тоже, кстати, по устройству очень похоже на хор в монастыре Святого Стефана, опять же, в Саламанке. Можете посмотреть и сравнить. Ну а вообще, что касается Куэнки, то самое главное, да, это вот эти вот абсолютно потрясающие виды. На вот эти вот каньоны. На той стороне мы видим монастырь Крамелиток, монастырь имени Святого Павла. И, кстати, вот здесь вот металлический мост, как говорят по конструкции, очень напоминающий строение Густава Эйфеля. Он тоже носит имя Святого Павла. Ну и вот эти удивительные, подвергшиеся эрозии породы, они, конечно, представляют из себя абсолютно какие-то фантастические сюжеты. Конечно, не забраться на самую высокую точку исторической Куэнки было бы, ну, просто преступлением. И мы сейчас у башни Мангана. Это единственная башня, которая уцелела от укреплений, построенных маврами. И это, причем, самая высокая точка. Там часы, все очень симпатично выглядит. Ну и отсюда, конечно, виды открываются замечательные, в том числе и на современную часть Куэнки, которая находится на плоскости. Но историческая, как я уже сказал, здесь появилась благодаря слиянию двух рек, могучих рек, Укар побольше и Уэкар поменьше. Ну, она вообще больше ручей, конечно, напоминает. Ну вот, собственно, два каньона делают это место довольно неприступным. Здесь было, ну, можно сказать, по-нашему городище. Какие-то развалины, что-то осталось. Здесь же жили в том числе сефарды. Как вы помните, у них была, ну, если не дружба, то как минимум договоренность. С маврами они чувствовали себя здесь довольно неплохо. До тех пор, пока не случилась реконкиста, ну, их не попросили отсюда, мягко говоря, в сторону Португалии сначала, ну, а потом и Португалиям тоже досталось. Поэтому насладиться видами, ну, и понять, собственно говоря, локацию имело смысл. Вам может показаться, что здесь как-то солнечно, очень уютно и приятно, но вынужден вас не разочаровать. Все лишь плюс два при всем притом. Но, тем не менее, домики цветные, улочки красивые, чудесно. Ну, и, кстати, нужно сказать, что та площадь, где находится чудесный собор, это тоже Плаза-Майор. Ну, то есть, главная площадь исторического центра. Сейчас мы двигаемся вниз, спускаемся, для того, чтобы увидеть самый главный хайлайт Куэнки. Ну, как всегда, большой видится на расстоянии. Ну, вот от главной площади спускаемся вниз, переходим через мост Святого Павла, как будто бы по прототипу построенный, того самого Густава Эфеля, о котором мы тут, кстати, недавно говорили, когда были в Порто. И отсюда вот открывается самый главный, открыточный вид на Куэнку. То есть, вот это вот так называемые висячие дома. Чем-то, кстати говоря, напоминает Матеру. Это в Апуле. Но здесь, как вы обратили внимание, вот на центральной улице домики цветные, а там все-таки она такая одноцветная. И этот цвет, особенно на закате, фантастически не видели? Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok В монастыре Святого Павла, ну, естественно, кормелиток сейчас нет. Здесь сейчас отель, который входит в знаменитую испанскую сеть Парадоры. Это отели, которые располагаются в исторических зданиях, ну, в частности, в монастырях, замках. Это такая иберийская история, потому что в Испании Парадоры, в Португалии Пусады. И это очень классное место для того, чтобы остановиться, ну, вот как раз для осмотра такого, какого-нибудь симпатичного исторического городка. Поэтому рекомендую. Там, естественно, в интерьерах идет сочетание и современного, и классического. Ну, в частности, современное искусство прекрасно вписывается в исторические интерьеры с исторической же мебелью. дворик максимально симпатичный, поэтому хорошее местечко. Ну, и, кстати, что касается местечка, традиционно оставлю ссылку в описании на очень неплохой ресторан, который мы сегодня успели посетить. Поэтому без лайфхаков не останетесь. И вот, друзья, в Куэнке наступает вечер, день подходит к концу, ну, и наша прогулка тоже подходит к концу. Заканчиваем мы ее тоже у очень интересного места, точнее, это очень интересный вид, такой открыточный, можно сказать, вид на Куэнку. С этой стороны каньона как раз могучей реки Хукар так называемые небоскребы Куэнки. То есть, это дома, которые спускаются, можно сказать, вниз, да, потому что они на самом деле два-три этажа с той стороны, то есть, вот, выходя на центральную улицу, на центральную часть, а здесь эти этажи, они спускаются вдоль скалы. И кажется, что дом, ну, реально очень и очень высокий. Ну, и вот отсюда можно читать раз-два-три-четыре-шесть-семь этажей уже. То есть, три-четыре этажа идет вниз. И, конечно, очень красиво, необычно. Там с той стороны променадик, с этой стороны тоже набережная, поэтому, конечно, прогуляться очень и очень здесь приятно. Ну, и я надеюсь, вам тоже было с нами приятно прогуляться по Куэнке. Поставьте лайк, если это так. Напишите что-нибудь приятное. Не забудьте подписаться, если нет. Ну, а если вам нравится то, что я делаю, то, что показываю, то поделитесь с друзьями. Это очень поможет нам в продвижении. Ну, и я надеюсь, что и вам поможет, и друзьям вашим поможет определиться со следующим направлением путешествия. Это прекрасно. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok